Международная научная конференция «Системная трансформация общества. Информационные технологии. Инновации и традиции» проходит в Бресте уже в 12-й раз. Полемика о том, какие тенденции сегодня актуальны для мирового сообщества, какие ценности и потребности нужны, собирает вокруг проблемного поля всё большее количество учёных. Темы мы обсуждаем очень интересные. Среди них и вопросы вообще системных трансформаций, которые происходят в обществе, не только в белорусском, а вообще во всём мире. И то, каким образом трансформации происходят и в семье, и в других социальных институтах. Очень интересный блок вопросов связан с проблемами образования в веке информационных технологий. Потому что все практикующие преподаватели сталкиваются с тем, что есть определённые проблемы, связанные как раз с распространением этих технологий. Несмотря на то, что конференцию принимает Брестский государственный технический университет, разговоры здесь в своём большинстве о гуманитарных дисциплинах и их значимости в образовании человека. Возовское образование рассчитано на всестороннее развитие личности, а потому этот блок предметов, где и студенты, и преподаватели ведут беседу, обсуждают и спорят, позволяют молодому человеку сформировать свой взгляд на мир и свой набор ценностей. На самом деле науки, технические, экономические, гуманитарные, они находятся в тесной связи. Мы говорим о дисциплинарном подходе. Сейчас нет такой задачи или проблемы, которую можно решить одной наукой. То, о чём я говорил, глобализационные процессы, они настолько усложнили подход и отношение к самим развитию общества, к развитию его институтов, семьи, дружбы и прочего, что единая, допустим, социология или используя какой-то аппарат экономических, но решить его невозможно. Всё это такая очень серьёзная компиляция из дисциплин технического и экономического профиля. Системная трансформация общества, информационные технологии, инновации и традиции – это большой разговор о будущем, о том, что будет важно человеку через 20, 30, 40 лет. Обсуждая тенденции, делясь мнениями, учёные формируют свой взгляд на философию жизни.